Трагедия на федеральной трассе в Татарстане в автокатастрофе погибло шестеро самарцев. Кенель в Черном море. В честь города в Самарской области назвали пограничный катер. Грушинский фестиваль окончательно прописался на Мострюковских озерах. Права на землю теперь принадлежат региональному правительству. Сегодня начнется процедура опознания погибших в страшной аварии в Татарстане. Для этого тела доставили в Казань. Напомним, трагедия случилась в ночь на воскресенье. Автобус, ехавший из Самары в Ижевск, столкнулся с бензовозом в 9 километрах от города Заинск. В результате автобус перевернулся, начался сильный пожар. Как видно на кадрах, с места ЧП салон выгорел полностью. По словам очевидцев, автобус полыхал словно крематорий. В ДТП погибли 14 человек, в том числе двое детей. Остальные пассажиры в больницах. По предварительным данным, среди тех, кому не удалось спастись, шестеро жителей Самарской области. Одна из них студентка медицинского университета. Всего билеты на роковой рейс в Самаре купили 13 человек. Как выяснилось, автобус принадлежал самарской компании-перевозчику. Сейчас ее директор задержан. На предприятии проходят обыски. Областная прокуратура проводит проверку. Виновников аварии устанавливают. Соболезнования семьям погибшим и пострадавшим выразили губернатор Николай Меркушкин и мэр Самар Олег Фурсов. Региональные городские власти помогут родственникам с организацией поездки к месту трагедии в больнице. Также по решению губернатора семьям погибшим в ДТП выплатят компенсацию 1 миллион рублей. Пострадавший получит до 500 тысяч. Кениль теперь будет бороздить просторы Черного моря. В честь города Самарской области назвали противодиверсионный катер из Крыма. Торжественная церемония состоялась в Самарском порту. Как военный корабль попал к Волжским берегам и куда держит путь узнала Марина Кравцова. В Самарском речном порту красавцы-черноморцы встречают торжественно. Такой гость у Волжских берегов редкость. Ему привычнее вода морская. Военный противодиверсионный корабль прибыл из города-героя Севастополя. Теперь катер Черноморского флота будет носить имя города в Поволжье. Кениль. Морякам название по душе. Очень краткое, хорошее название. Главное, хорошо звучит. В Севастополе есть еще один корабль такого же проекта. Название его «Юна армия из Крыма». Небольшой, 31 метр в длину, быстрый и красивый. Основные задачи катера – охрана государственных границ страны, борьба с диверсионными силами противника и обеспечение действий боевых пловцов отряда специального назначения. Имя Кениль не случайно. Сотрудничество города и Крымской военно-морской базы началось в прошлом году. В частности, молодые люди из Кениля могут отправиться служить в Севастополь на Черное море. Для призывников это большая честь. И в Крым отправляются лучшие. Уже шесть ребят у нас служат, проходят учебные части в городе Севастополь. И в дальнейшем мы тоже будем развивать такие шефские связи, отправлять ребят для прохождения службы конкретно на Черноморском флоте. Есть возможность у призывников из Самарской области попасть и на катер Кениль, если останутся служить по контракту. Сотрудничество с базой в Крыму – это и шефская помощь, и патриотические акции. В прошлом году мы за счет спонсорских средств депутатский корпус. Жители собрали средства и изготовили, и установили на Крымской военной морской базе бюст адмирала Горшкова. Это основатель вообще флота, основателя ракетного флота, историческая личность. 29 лет, почти 30 лет был командующим флотом. Этот катер пополнил семью военных кораблей с самарскими именами. На вооружении Тихоокеанского флота России есть подводная лодка «Самара». В Балтийском флоте корабли «Жигулевск», «Сызрый» и «Татищев» в честь основателя Тольятти. Противодиверсионный катер П-424 совсем молодой. На воду он был спущен в 2014 году. Своё новое имя, звучное и лаконичное «Кенель», получил на Волге, в Самарском порту. Отсюда он отправится в Санкт-Петербург, где 30 июля станет участником главного военно-морского парада страны. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Меньше, чем в прошлом году, но душевнее. 20 тысяч человек посетили Грушинский фестиваль. В этом году решили вопрос собственностью площадки на Мустряковских озерах. Права на нее теперь принадлежат региональному правительству. Это место и дальше будет использоваться для проведения Грушинского фестиваля. Как он проходил в этом году, расскажет Олеся Корецкая. Так уж сложилось, что на Грушинском фестивале я первый раз. Говорят, дождь для него обычное дело, и многие оказались к нему готовы. Уже сейчас здесь больше 20 тысяч человек, и к вечеру ожидается еще больше. На поляне гостей встречает интерактивный павильон с инновационными экспозициями, а дальше начинается груша в лучших своих традициях. «Россия, Русь, Ромашка, улетишь» «Засновый дух бревенчатого царства» Мы очень ждали и очень счастливы, что мы здесь, даже несмотря на этот мелкий серый дождик, эту мерзкую погоду, про которую сейчас поет Алексей Игоревич Ивашенко прямо в данный момент. Нам все равно это очень хорошо. Груши всегда одинаковые, всегда классные для меня, поскольку я пою с удовольствием свои песни, а люди с удовольствием приходят и их слушают. Собственно, ради этого я и приезжаю. На четыре дня на Мустрюковских озерах раскинулся палаточный город. И на этот раз здесь не только гитары правят бал, есть и более экзотичные инструменты. У меня родители ездили, брали меня с собой с самого маленького возраста. Я привыкла, это прямо мое родное место. Гости и участники перемещаются по площадкам. Их в этом году 16. Самые многолюдные, главная эстрада, детская поющая республика, чайхана, время колокольчиков. Дождь не останавливает ни казаков с их эффектной планкировкой, ни волейболистов, ни традиционный футбольный матч между командой ветеранов Крылья Советов и сборной мира. Собираться и петь песни нужно не только в хорошую погоду, уверены организаторы. Эта погода вносит какой-то покой отдыхательный. И люди приехали послушать песни, это чувствуется. Если бы я был представитель жюри, я бы всем, всех сделал вариант. Потому что я просто поражался, как много талантливых людей сюда приехало. И это фестиваль авторской песни, а не исполнителей авторской песни. Что касается авторов, то дело обстоит плохо. И прежде всего с поэтами. Организаторы фестиваля обещали ввести руководителей секции поэтов в большое жюри. Права на площадку получило правительство Самарского региона, а значит, Грушинский фестиваль теперь всегда будет проходить здесь, на Мострюковских озерах. И в следующем году, чтобы не пересекаться с футбольным чемпионатом, Груша пройдет с 9 по 12 августа. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. На Грушинском фестивале не обошлось и без происшествия. В основном люди обращались к медикам с травмами. Работу врачам и спасателям осложнили дожди. Подтопило понтонный мост, по которому отдыхающие обычно ходят на пляж. Несмотря на заграждение запрета, они шли под водой, перебирались в плавь. Одна из задыхающих попала в ловушку. У нее застряла нога между звеньями конструкции. Пострадавшую освободили с помощью гидравлического оборудования. Сотрудники полиции зафиксировали 24 нарушения, изъяли больше 100 литров алкоголя. Порядок на фестивале обеспечивали почти 300 человек. Горомусора исчезла. Счастливый финал у истории с незаконной свалкой на проспекте Карла Маркса. Еще весной внимание на нее обратили активисты Общероссийского народного фронта. Вместе с городскими властями общественники отчистили от мусора довольно внушительную площадку. А что на ней организовать, решили жители. Что именно узнала Марина Кравцова. Еще несколько месяцев назад эта просторная площадка на проспекте Карла Маркса представляла зрелище удручающее. Здесь была незаконная свалка строительного мусора. В апреле администрация города вместе с общественниками провела здесь генеральную уборку. Масштабы впечатлили. Вывезли около 400 камазов мусора. Каждая машина по 13-15 тонн. В итоге расчистили 3,5 гектара земли. Место, которое облибовали нарушители правил благоустройства, вновь захламить не дадут. Участок защитили заграждениями и шлагбаумом. Сейчас полным ходом идет его благоустройство. Будущее этой площадки определили жители микрорайона. Горожане решили, нужна парковка, а также место для сельхозярмарок. Очень быстро отреагировали все народные фронты, депутаты, советский район. Мы очень рады, что мы избавились вообще от свалки. И здесь будет хоть бы парковка, и не будет такой захламленности во дворах. А это теперь все машины, мы надеемся, будут на этой парковке. Мы условно данную площадку разделили на два участка. На одном участке автопарковка, на втором участке место для организации летних ярмаров. Сейчас как раз-таки данный вопрос прорабатывается отделом потребительского рынка. Разровнять асфальтовую крошку планируют к концу июля, если не помешает дождливая погода. Парковка будет охраняемая, а значит вновь свалка здесь не вырастет. И это далеко не единственная незаконная свалка, которую ликвидировали в Самаре в этом году. На территории городского округа Самара выявлено 56 свалок, из них 33 в работе и 12 убранных. Мы ужесточаем контроль за перевозчиками, мы будем следить за машинами, которые вываливают этот несанкционированный мусор. А также мы уже договорились с представителями органов ГИБДД, проверяющих структур, которые нам будут способствовать выявлению этих несанкционированных свалок. На интерактивной карте свалок, созданной Общероссийским народным фронтом, в Самарской области отметили почти 400 мест, где необходима генеральная уборка. Таким образом, от зорких глаз народных контролеров места нелегального сброса мусора не утаились. Цифра внушительная, но и это в плюс. Каждая такая свалка под пристальным контролем и в списке на уборку. А значит, к концу года почти все они должны превратиться в чистые и благоустроенные места, как в случае на проспекте Карла Маркса. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. Умер пилот, рухнувшего в Самарской области легкомоторного самолета. ЧП произошло на аэродроме в Ставропольском районе. По данным полицейских, в самолете находился только один человек, 55-летний пилот. Врачи не смогли его спасти. Причину аварийного приземления еще предстоит установить. Но известно, что самолет был зарегистрирован. При этом разрешения на полет у владельца не было. В Тольятти из маршрутки на полном ходу выпала пассажирка. В сети появилось видеоинцидента. На записи видно, что когда пассажирка выпала из микроавтобуса, водитель лишь немного притормозил возле обочины, а потом поехал дальше. Девушка осталась лежать на дороге, но вскоре встала и ушла. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Доцент СамГУПС предстанет перед судом за получение 16 взяток. По версии следствия, в январе 2017 года преподаватель в акционной аудитории получил от студентов взятки по 3000 рублей с каждого. А всего на общую сумму 51 тысячу рублей за передачу правильных ответов по контрольным. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. В Самаре на две недели отключили горячую воду в границах шести улиц. Ресурсоснабжающая компания приступила к ремонту третьей тепломагистрали Самарской ТЭЦ. И потому жители домов, расположенных в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова, Солнечная, Новосадовая, Гастелло и Московское шоссе на две недели остались без горячей воды. Включить ее должны 16 июля. В интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара-арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика – 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на YouTube-канале самарского видеоблогера Александра Корягина. Напомним, все началось в июле 2014 года. На закладку символической капсулы в Самару приезжал президент России Владимир Путин. Новый стадион сможет вместить 45 тысяч зрителей. Напомним, чемпионат мира 2018 стартует в июне следующего года. В Самаре пройдут шесть матчей. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Фрунзенский мост готов почти наполовину устроить развязки и возводит пролеты между опорами. Праздник плуга отметили с размахом самарские мусульмане. Сабантуй по традиции прошел в парке Гагарина. Ни ямки, ни бугорка. Мэр проверил, как идет ремонт улицы водников. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на ютюбе. Читайте нас в твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе андроид и айос. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.